Здравствуйте. Знаете, что сейчас уже опасный период такой начинается? Рыхлый лед, да? И без предупреждения спасателей. Юрий Иванов знает, что рыбачить на этом месте ему осталось не больше недели. Начало ледохода рыбак с полувековым стажем может предсказать точнее гидрологов. Потому спешит поймать чебака, сазана и трегуба. Мешать ему, считает, не надо. Кого стоит предостерегать, так это молодежь. Молодежь приходит неопытная, резвая, энергии много. Ну, вроде бы лед бегает по нему. А на самом деле он уже опасный, можно провалиться. Сегодня толщина льда на Зее составляет чуть меньше метра, что в несколько раз превышает безопасный для человека уровень. Но эта чистая формальность, коварные промоины, глубокие трещины и тайные течения никто не отменял. Наша задача все равно вас предупредить, чтобы вы знали, что сейчас уже опасно. И такую памятку он дает. Памятку выдали, предупреждающие знаки расставили. Впрочем, люди мало обращают на них внимания. К примеру, на прошлой неделе в Мазановском районе под лед ушли три лесовоза и четыре человека. К счастью, всех спасли. Но помощи рядом могло бы и не оказаться. Так что хотя бы один совет спасателей смельчакам стоит запомнить. Пригодится, когда пойдут ко дну. Нужно найти кромку льда, зацепиться за нее. Начинать подбираться, закинуть сначала одну ногу, потом закинуть вторую ногу и перекатами отодвигаться от опасной зоны. Потом ползком в сторону, откуда вы пришли, ползти к берегу. Еще один совет родителям детей и подростков – быть внимательнее к своим чадам. В прошлую субботу пограничникам пришлось на катере доставлять трех заплутавших между промоинами мальчишек на берег.